Начать, собственно, сам доклад хочется с того, что ни для кого уже не секрет, что мы живем в Лукомире, про это я сейчас материально рассказывать не буду, но важно, что есть некоторое количество глобальных вызовов, которые стоят перед нами всеми, очень большие важные задачи, проблемы, и они не решаются просто обычными методами. которые прописаны и которые уже себя оправдали. Они требуют в некоторых случаях изменения способов мышления и работы с мышлением. Здесь сейчас на слайде приведена слайд про одну из таких проблем, вызовов, это экологическая проблема, и здесь несколько способов того, как вообще можно мыслить, роль человека в взаимодействии с природой. То есть, если вы посмотрите слева от вас, вот это эго, это, по сути, мышление от того, что человек в царе природы, соответственно, все создано для того, чтобы человек развивался, все остальные виды, существа, растения и прочее, они как бы ниже находятся. Другой взгляд, это эко-взгляд, когда человек является частью природы, и в этом плане все здорово, вроде бы такое гармоничное сосуществование, но не совсем понятно в этом плане деятельная, деятельностная часть человека. То есть, а ну что тогда делать? Вроде как это эко-подход, все так вот выстроено гармонично, и непонятно, ну как бы вроде все происходит, как происходит. Поэтому есть еще вот такой подход целый, где идея в том, что человек рассматривается как некий такой служитель. То есть, основное назначение человека в том, чтобы помогать всем остальным видам. И это неспроста, что человек обладает теми свойствами, которыми он обладает. Таким образом, это в некоторой степени другой способ мышления, который позволяет решить на самом деле ряд проблем. Детальнее можно будет посмотреть, я оставил ссылочки на, собственно, сам вот это вот описание этого подхода. Плюс есть очень неплохая лекция Павла Лукши, где он рассказывает глобально вот про эти экологические проблемы, в том числе вот про этот способ мышления. Это не единственный вызов, их на самом деле больше, там, допустим, можно поговорить про искусственный интеллект и технологическое против гуманитарного и многие-многие другие вещи. Смотреть на это можно с разных точек зрения. Здесь я привел один из возможных форматов, то есть можно попытаться сделать такую проекцию, и здесь всего два противопоставления. С одной стороны, оптимистичный взгляд, с другой стороны, пессимистичный взгляд, и по вертикали, созидание против потребления. То есть мы можем пытаться, скажем так, все проблемы и задачи, они разбиваются вот по этим секторам. И наши способы решения, и наш способ мышления, как мы к этому будем относиться, тоже разбиваются по этим секторам. Картинка не про то, что оптимизм — это всегда хорошо, а пессимист — это всегда плохо. Картинка про то, что в целом важна гармония между этими плюсами, и все наши действия и решения в момент времени, они тоже разбиваются по этим секторам, и хорошо, если мы это отслеживаем. Ну вот здесь вот в каждом блоге, если посмотреть, то вы увидите, что, не знаю, я там привел пример того, какое проявление вот с этой эго-проблемой может быть. То есть на самом деле, ну все явления, решения можно разбить по этим секторам. Самая сложная картинка была, ну то есть у меня, не знаю, меня задавали на предварительном прогоне, чтобы я картинки комментировал. Ну вот, мне кажется, не знаю, кто знает, кто нарисован в правом верхнем углу? Это самая сложная картинка, я ее очень долго выбирал. Никто не знает? Посмотрите, очень крутой мультик есть, советский, «Большой ух» называется. Это волчонок из этого мультика. Я долго искал персонажа, который был бы, он, видите, находится в секторе созидания и оптимизма, то есть он должен быть настроен всегда от возможностей, а не от проблемы, стремиться как бы помочь, и в этом плане созидать, ну то есть изменять окружающий его мир. В этом плане там есть волчонок и «Большой ух», как его такое, на противопоставление немножко. Там очень классно раскрыт, там очень классовский мультик, он короткий, но он не про большие и малые ситуации. То есть когда мы пытаемся, мы можем влиять только на малую ситуацию, у каждого малая ситуация своя, да? Но плавно расширяя границы своего влияния, мы можем изменять и решать проблему большего порядка. Вот волчонок, он просто пытается помогать тем, кто находится рядом с ним. И в этом плане мне показалось, что он в достаточной степени творец и в достаточной степени оптимизм. Это ответ на вопрос, почему я хочу про это поговорить. Здесь буквально пару слов, почему я хочу поговорить об этом именно здесь, именно на Product End. Мне показалось, что люди, которые работают с продуктами, они находятся в некоторой новой роли, которая, на мой взгляд, сейчас формируется. То есть вы все привыкли к тому, что есть инженер систем. Ну, есть множество всяких подходов, методов, как управлять разработкой новых систем. Ну, в частности, то, что мы сейчас про MPP послушали, это уже в некоторой степени разработка продукта как система. А мне кажется, что есть некоторая роль, которая находится над этим. Ну, то есть не в смысле, что она главнее, а просто она решает другие задачи. Это инженеры смыслов. То есть до того момента, как вы еще начинаете решать проблему клиента, после искать вот эти вот ключевые вещи, за которые вы зацепитесь, есть еще вещи, связанные с тем, а как вообще с точки зрения ваш продукт встроится, не знаю, там, культурные особенности, как он их может изменить, как он повлияет на развитие людей, которые будут пользоваться вашим продуктом. Не с точки зрения, там, он решит свою проблему, ему станет лучше жить, а с точки зрения того, что, ну, например, внедрение социальных сетей, там, полностью изменили форматы взаимодействия между людьми. То есть все совершенно по-другому стало. И в этом плане, может быть, ваш продукт тоже в какой-то момент времени выйдет на такой же уровень и начнет менять, в принципе, не просто поведение людей, а начнет менять вообще в целом такие вот культурно-нравственные какие-то особенности. И мне кажется, что вот это лежит в плоскости решения задачи инженеров смыслов. И в этом плане вот с инженерами смыслов все не очень хорошо, с точки зрения того, что конкретных методик не очень много. Ну, то есть как развивать мышление, как работать с ним. И, ну, ответа у меня тоже нет однозначного. Я всего две версии приведу. Одна версия – это занять субъектную позицию, начать с себя. Сейчас я хочу очень детально вдаваться, потому что это такое субъектная позиция. Три пункта отмечу. То есть ключевая особенность, чем отличается субъект от объекта. Субъект, в принципе, тот, кто выполняет действия, а объект, тот, на чем выполняется действие. Для того, чтобы занять субъектную позицию, нужно, первое, взять на себя ответственность за себя и за те действия, которые ты производишь. Второе – это научиться мыслить в будущем, ну, то есть понять, что у тебя есть проекция в будущем, и твои текущие действия влияют на твою проекцию в будущем. То есть у объектов априори нет будущего времени, он всегда живет в настоящем субъекту, видит будущее. И, соответственно, понимает, к чему все это идет. Помимо того, что, соответственно, занять ответственность за свои действия, и проактивность. Ну, то есть субъект, он всегда направлен на то, чтобы что-то созидать. Ну, то есть он не потребитель априори, является созидателем, то есть в одном плане конструктивные действия должны быть. Кто знает, кто изображен на этом? Просто скажите. Да, это Билли Миллиган. Но идея про то, что первое – субъектная позиция, это как способ прокачки мышления, и второе – это расширение границ. Билли Миллиган я привел здесь, чтобы проиллюстрировать идею, связанную с тем, что в одном человеке может умещаться множество субличностей. Но если посмотрите, Билли Миллиган – это, на самом деле, в данном контексте это не очень хорошая история, потому что это было непроизвольное расщепление личности, и они друг друга не всегда даже знали и очень плохо взаимодействовали. Но на самом деле мы частенько прибегаем, для того, чтобы попытаться выйти как-то за границы привычного для нас, нам нужно научиться смотреть с других точек зрения. Вот эмпатия про это, про то, что нужно уметь встать на позицию другого. И, ну, допустим, когда мы опрашиваем заинтересованных сторон, работаем с ними, зачастую мы применяем именно эту технику, то есть пытаемся встать на сторону того, с кем ведем диалог, чтобы лучше понять его намерение, его позицию и, соответственно, построить свою. Небольшой такой интерактивный чат, я чувствую, что вы очень смотрите на него. Давайте попробуем, чтобы вы что-нибудь сказали. Очень маленький, короткий вопрос. Вот я сейчас привел пример заинтересованными сторонами. А как вы думаете, в кому и в каких ситуациях еще может быть полезно встать на другую сторону, на противоположную сторону, или на противоположную, на чужую? И в каких контекстах? Ответ в формате реплики. Ну, то есть, кого и в какой ситуации? Буквально в парочку. Я запишу потом презентацию. Мы говорим в любой ситуации, диалога, либо спорта. Продавец, покупатель. Так, сейчас, допустим, продавец, покупатель. В ситуации, когда продавец пытается что-то продать, да? Окей. Диалоги с полей, да? То есть, когда есть противоположная сторона, нужно с ней поспорить. Хорошо. Это такие глобальные вещи. А если более конкретно, там, скажем, по профессии? А у директора еще там нет? Ну, управленческая часть, да, когда есть директор, он пытается поставить задачу, и что, он ставит себя на место подчиненного, чтобы лучше... Ну да, подчиненный на место директора ставит. Есть задача, есть. Так, кому тогда в этом случае надо в вашем курсе? Ну, и подчиненному на место директора, и директору на него подчиненного. Ну да, хорошо, тогда давайте директору на место подчиненного зачем ему нужно? Манипуляция. Ну, неплохая ли вся дата? Это тоже часть. Нет, это нормально, в смысле, мы с этим все больше не живем. Но это есть манипуляция. Так. Какой? Нет, вы сейчас просто говорите, если вы... Скажите, кому и для каких целей? Компании, команде разработки и команде экспонтации. Для чего? Потому что разработка создает продукты, это разработка экспонтации, команде экспонтации. Они должны ее друг другу принимать и управлять ожидания друг от друга. Окей. Ну вот, сам, просто... Мы сейчас, вот сейчас, для взаимодействия, кому это вы догадает, чтобы понять, человек, как это мышление, а в другом, как это таком. Взаимодействие спикера и аудитории, да, это нормальная история, когда спикер ставится на место аудитории, когда готовят доклад, а вы пытаетесь понять, что я вам пытаюсь донести, с точки зрения того, что сейчас на статусе там еще есть. Ну, это зарыд разработчик. То есть, разработчик должен занимать, зачем он будет работать, там, менеджер должен занимать разработчика, почему он не своя, потому что он не хочет делать. Каково, что он на протяжении, а вы хотите делать, каково, подложить в детские клавки. Понимаете, что он будет работать, работчик, а, каково, работник, сам. Да, отлично. Это очень, да, хороший пример, более конкретный, но в целом лежит в плоскости, как бы, условно, менеджер и исполнитель, получается, но в данном случае разработчики исполнители, да, менеджер, как кто-то по задачам ставит. Да, нормальная история. Давайте еще одно и принять задачу. Ну, вот еще похожи в предмет дизайнера и разработчики. Им очень важно смотреть на позицию друг друга. В зале будет сделка самолет, который потом будет реализовать, а разработчик подозрит, ну, что он там правильный класс, чтобы понять самостоятельство и понимал, почему все так там иначе, не ко мне. Да, окей. Посмотрите, я еще немножко версии накину вам, потому что не прозвучало. Сейчас у нас такая очень, я прям чувствую, что мы все в профессиональной области в одной находимся, я вашу версию абсолютно понимаю. Но если, допустим, ну, можем сюда же напитать историю, связанную с театральной деятельностью, когда актер вживается в роль, например, ну, если более глобально посмотреть, да, то есть он пытается прожить свою роль, в этом плане он пытается выйти за границей своих привычных представлений и живет вот лица того героя, которого он будет играть, например. Когда я готовился к презентации, общался с друзьями из клуба, там были версии, ну, допустим, если глобально, то множество профессий, связанных, когда нужны, ну, помогающие профессии, да, то есть, условно, в том числе история, связанная там с различными психовосстановительными историями, когда пытаются помочь людям, у которых возникла проблема, и в этом плане везде, где важна вот эта вот элемент эрбатии, то есть умение поставить себя на место другого, понять, что он чувствует. Ну, вот история с театром мне, кстати, очень нравилась в этом контексте. И теперь, собственно, к сути, да, про мыслительный оптимизм. Смотрите, несколько важных тезисов. Здесь сейчас на слайде приведено все, на одном слайде я специально не стал разбивать в отдельности. Глобальный метод мыслительного оптимизма – это такой концепт, который у меня появился в ходе общения с друзьями из «Патрики мысли» в Санкт-Петербурге, вот как раз в клубе мышления. И он встраивается, он совсем новый, ну, в смысле, мы его еще даже, он такой очень пока что неформализованный, так скажем. То есть пока что я сам не до конца понимаю границу в этом плане. Это одна из первых попыток нарисовать эти границы. И здесь накиданы какие-то базовые принципы. Этот мыслительный оптимизм, он встраивается в концепцию чуть более высокого порядка, которую мы назвали «Здорового смысла». Здесь, смотрите, идея в том, что мне не нравится сравнение ЗОГ и ЗОЖ, ну, просто потому что очень много тащится сразу аналогии оттуда, но учитывая, что времени очень много, я объясню на нем. Вот когда вы слышите слово ЗОЖ, у каждого возникает какой-то набор ассоциаций и мыслей, которые с очень большой точностью и с большой вероятностью совпадут с тем, что у меня возникает, когда я слышу слово ЗОЖ. Ну, то есть ЗОЖ – это такая аббревиатура, которая вызывает у всех приблизительно одни и те же представления. Вот мы хотим сделать так, чтобы ЗОЖ по содержанию будет, ну, отличаться, естественно, но с точки зрения как способа реализации, вот он был похож. То есть когда люди слышат ЗОЖ, они сразу же в голове возникали примерно одни и те же ассоциации. И в этом плане хочется сделать так, чтобы это была не просто какая-то воздушная конструкция оторванная от практики, а так, чтобы ЗОЖ в том числе и про какие-то преобразования, окружающие действительности. И поэтому мыслительный оптимизм – это как один из способов перехода от принципов к каким-то более-менее конкретным техникам. В этом плане слева здесь такая первая версия принципов, справа – это то, как эти принципы могут проявляться. Здесь пока не конкретные методы, я пока что работаю над тем, чтобы здесь появились какие-то прям совсем-совсем конкретные методы, как по ЧПСу. Но в целом идея в том, чтобы каким-то образом приземлить их на том, что мы делаем. В этом плане эти принципы, скорее всего, если вы прочитаете, то вряд ли выяснится, что здесь что-то новое. Ну, то есть идея просто в том, чтобы это объединить под каким-то общим понятием мыслительного оптимизма. Ну и, наверное, ключевое, что с точки зрения мыслительного оптимизма важно как тезис, это вот то, что я вначале сказал, мышление от возможностей, а не от проблемы. То есть когда мы сразу же скатываемся в возможности и в критику, да, здесь, кстати, про это есть, ну, то есть отключить критику на этапе генерации, это на самом деле в основе классического мозгового штурма, в общем-то, ничего нового нет. Но мы все, ну, попробуйте вспомнить ситуации, когда пытались провести мозговой штурм, и находился какой-нибудь критик, который вот, он мог это неумышленно делать, просто он начинал набрасывать всяких вопросов прямо хейт, ну, не хейт, он же с позитивным побуждением просто критиковать в ненужный момент. Как правило, я, по крайней мере, все мои ситуации, где такое возникало, результативность такой работы с точки зрения генерации новых идей была значительно хуже, если бы этого не происходило. Поэтому вот отключение критики в нужный момент времени выглядит вполне рабочей ситуацией, на самом деле вроде как очевидной, но на практике не всегда реализуемой. Но зато в противовес мы можем говорить о том, что вот вопрос верить в то, что говоришь и делать то, во что веришь. Это как бы принцип, вообще общечеловеческий принцип, а справа это то, что позволяет нам не делать так, что мы сейчас тут все друг друга поддерживаем, не критикуем, а вот только, собственно, какие все молодцы. Нет. В этом плане критиковать идей тоже важно, и это один из способов улучшения людей в том числе. Я по поводу детальных всех историй сейчас сделаю небольшую рекламу и превью. Я сейчас записываю ролик на канале как раз вот с более детальным описанием, именно как в формате некого такого чип-листа, где попытаюсь собрать методы именно по этим принципам более конкретно. То есть здесь сейчас общие истории дальше могут разбиться на какие-то частности. В этом плане, кому будет интересно, можно будет там посмотреть. Там у меня чуть больше времени будет. И последний, наверное, принцип, про который я хочу сказать именно с точки зрения того, что это важно, это вот про умение отпускать идей, не держать их в клетке. Это мне нравится эта аналогия, потому что здесь, ну, лично я столкнулся с тем, что, мне кажется, это, так скажем, часто случается, когда мы не хотим рассказывать про свою идею, потому что боимся, что ее там украдут, еще что-то с ней сделают. Ну, то есть я себя ловлю на этом, не знаю, как вы, может быть, проблемы нету, но вроде с теми, с кем я общался до этого, они тоже периодически об этом говорят. Мне кажется, что отпускать идеи в нужный момент времени – это правильная история, потому что она позволяет скорее не то, что идеи украдут, а скорее то, что мы начнем в нормальную жизнь и дальше развиваться. Ссылочку на зон там тоже я прикрепил, можно будет посмотреть, там более детально проект рассказано. Итоги. Есть вызовы, которые требуют принципиально новых методов, то есть это то, что не решается технологии раз, два, три, требует изменения способов мышления, работы с ним. Для того, чтобы с этим начать работать, нужно занимать субъектную позицию и, соответственно, пытаться расширять границы своих базовых представлений, уметь выходить в позицию другого, уходить за границу. Инженеры смыслов, как одна из новых ролей, которая, в общем, на мой взгляд, формируется сейчас, и каждый из нас так или иначе может к этому сделать шаг. Ну и ответственность за идеи перед идеей. То есть в том плане, что вот эта вот инженерия смыслов, она не заканчивается в момент, когда вы «О, я придумал идею, делайте». Она заканчивается в тот момент, когда идея реализована и проведен, ну, то, что называется, авторский надзор за тем, как она реализована. Понятно, что будет миллион изменений, но важно вот этот пункт всегда держать в голове, понимать, что вы ответственны за ту идею, которую вы пытаетесь продвинуть и пытаетесь посчитать, как она повлияет. Ну и, собственно, в конце, я сегодня один из принципов применил, выпустил часть своих идей в «Золотой предке». Надеюсь, что вам что-то дошло. Уверен, что с чем-то вы не согласны к этому поспорить. Любые вопросы, предложения принимаются, и я надеюсь, что они как раз позволят развиваться с этим идеей. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я заставил задуматься, что это будет за с ним месяц. А, пожалуйста, потому что инженеры смыслов это что-то типа регулятора, то есть это должно быть над продуктом, где-то, собственно, государство, общество или что-то, что это репродукты и само себя регулируют. Да, смотри, хороший вопрос. С точки зрения, если, кто может стать исполнителем этой роли, да, вот инженеров смыслов. Мне кажется, ответ может быть и такой, и такой, но вот меня история с контролем немножко настораживает в том плане, что мне кажется, это должно быть так очень органично вписано. Если в команде, ну, мне кажется, давай так, если в команде есть продуктовый менеджер, тот, кто занимается идеей продукта, концепции, вот мне кажется, правильным будет, если он на себя возьмет эту роль в первую очередь. Но я понимаю, что есть игроки из нас, системы, ну, то есть, наверное, государство, какие-то другие участники тоже будут пытаться эту роль на себя витаскивать. Здесь нужно будет коммуникацию настраивать. Вот эта инженерия смыслов не рисуется так, что вот есть куча всяких методологий, как вот развиваться, как создаются системы. Ну, вот сейчас мы теперь послушали, это что же некоторые методологии последовательных шагов там. Если открыть системный инженерии ГОСТа, там тоже написаны этапы создания системы. Ну, и можно сделать так, что на первом этапе будет вот эта вот проработка как бы смысловой части, немножко более такой вот общей рамки. Дальше, только важно, чтобы это был замкнутый цикл, то есть это как бы внутри цикл системы развития, а на ней следующий такой слой — это развитие вот смысловой части. — Спасибо. — Спасибо за доклад. Я вот на одном слайде видел очень классные иконки про эго, эко и сева. Сева — это, наверное, служение. Вот расскажу, что оно там означало. Я просто не совсем ловил. Ну, для меня сейчас тоже в плане бизнеса служение многое значит. В плане того, что там есть, ну, оно как-то само пришло, но я тоже вот нашел исследование про то, что там пределили на две части, дали денег. Вот одним сказали потратить на себя, а другим сказали потратить на других. И те, которые тратили на других, были более счастливы. Вот как у вас это в вашем хобби мышления разворачивается? — Смотри, вопрос с счастьем вообще очень хороший. Но я здесь про... Слышно, да? Я по поводу того, в чем суть вот этого подхода, ну, то есть как там оно проявляется на слайдике. Смотри, если вкратце, то там, на мой взгляд, ключевая идея в том, чтобы переосмыслить роль человека. Ну, то есть если мне что, лично мне зашло сейчас, может быть, я допускаю, что тот, кто создатель этой методики, он на другом думал. Но мне это виделось так. Эгоцентризм — это о природе как бы пусть никуда, по-моему. Эгоцентризм, когда мы делаем себя частью природы — это хороший ход. Мне кажется, он недостаточно отвечает на вопрос, а, собственно, а что делать-то надо? Ну, в смысле, если все в природе сбалансировано, гармонично. А зачем тогда, ну, типа это вопрос предопределенности вообще роли человека. Ну, то есть получается, что там, ну, давайте прилимем и ударимся, и все будем понимать, что вот это и однозначный ответ. Или в какой-нибудь еще подход, который нам даст однозначный ответ, и мы будем жить спокойно, не париться, и вроде все хорошо работает. А вот этот подход Сева, он говорит о том, что роль человека не просто в том, чтобы тут жить и существовать с другими видами, а роль человека в том, чтобы помочь другим видам. То есть мы не просто так, как наделены там интеллектом, мышлением, таким, который у нас есть. Не знаю, что у других видов его нет. Там есть исследование на эту тему, что, в общем-то, другие виды животных, растений — это не то, что их там способ мышления отличается от нашего, и значит, что его нету, условно говоря. Но наша особенность в том, что вот это как-то глобальное предназначение. Вот мне кажется, это такой ответ на согральный вопрос, чем смысл жизни отчасти. Поэтому мне этот подход очень понравился, поэтому я решил сюда вынести, чтобы больше людей принял узнал.